Богдан Аркадьевич уже анонсировал тему, даже дети поняли, о чем будет сегодня идти речь, судя по их молитвам. Вот вопрос, как вы думаете, друзья, мы мудрыми рождаемся или становимся? Маша говорит, становимся, а остальные все рождаются? Я думаю, мы знаем, друзья, что мудрость – это совокупность каких-то ошибок, наложенных на время, на способности, положительный опыт в решении этих ошибок. И со временем мы становимся в чем-то мудрыми. Мы можем кому-то посоветовать, как нужно себя вести. Кто-то может, глядя на наш образ жизни, у нас сам спросить совета, потому что видят, что что-то в жизни получилось. И обычно, вот чаще всего, наша мудрость, она такая, знаете, она как приобретаемая. Это путь, это процесс, у каждого свой он процесс, сложный порой. Есть исключительные случаи, когда не хватает вот этой житейской мудрости. Вот не хватает, вот не знаешь ты, несмотря на весь свой опыт, старания, советы со стороны, но не хватает. И что в этом случае делать? Христианам есть интересный такой вот путь, рекомендация, которую мы уже сейчас слышали. Это просить у Бога. Оказывается, то, чего тебе не хватает в отношении мудрости особенно, Бог способен дать. И вот Соломон в своей юности, начиная вот этот царский путь, почему-то заговорил с Богом о мудрости. И как думаете, друзья, кто помнит, Соломон, он писал об этом, он делился своими размышлениями относительно мудрости. В книге притчей много об этом сказано. Кто помнит, по мнению Соломона, с чего начинается мудрость? Все знают. Вот как он сказал. Там несколько таких мест есть, но вот один из стихов я прочту. Это притча, первая глава, седьмой стих. Начало мудрости – это страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Когда пришел на землю наш Господь, и Он ходил, много общался с людьми, проводил много времени в дискуссиях, и часто с Ним дискутировали именно. Потому что вот простые люди слушали Христа, вот просто слушали и ждали от Него что-то. А люди, считающие себя мудрыми и небезосновательно считающие себя мудрыми, дискутировали со Христом. И это были книжники и фарисеи. И Он очень много времени провел вот таких вот разговоров с ними. Они задавали Ему вопросы, спрашивали, что Он думает по тому написанному законе или по тому правилу. И вот мы знаем, когда вот Иоанн об этом в своем Евангелии открывает, что вот разговор фарисеев о Христе продолжался даже в их узком кругу, вот когда они со Христом лично не общались. Они пытались понять, что делать с этим человеком. Потому что с ним что-то нужно было делать. Нужно было определиться с позицией в отношении этого человека. Людям нравился Христос, люди на ура шли за Ним, людям нравилось, что Он их кормит, что Он решает их насущные житейские вопросы со здоровьем, с семьями их. То есть вот как-то им нравилось отношение Христа. И эти люди, фарисеи, когда беседовали, законники беседовали со Христом, они чувствовали себя несколько некомфортно, потому что высказывания Христа звучали мудрее их. И что было делать? И вот я хочу один текст предложить нам. Где, мне кажется, из этого текста мы сможем увидеть, как мудрость связана со страхом Господним. Почему Соломон был уверен, что все начинается с правильного отношения к Богу. Вот мудрость, я не говорю, как совокупность опыта житейского, а как способность оценивать духовные перспективы и духовные события, которые происходят с тобой в жизни. И вот текст, это Евангелие от Иоанна, 7 глава. Это история, я, значит, прочту 31 и 32 стих, а потом с 44. Многие же из народа уверовали в Него, в Иисуса, и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? «Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и первосвященники, служителей, схватить его». 44 стих. «Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и эти сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». «Никодим, приходивший к нему ночью, будучи одним из них, говорит им, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? На это сказали ему, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. И разошлись все по домам». Вот такая вот болезненная дискуссия была внутри этого слаженного коллектива по поводу того, что же делать со Христом. И похоже, что в какой-то момент терпение этих благочестивых, я сейчас говорю, это действительно так оно и было, они были такими хорошими людьми, соответственно, тому закону и своему пониманию этого закона. Вот эти благочестивые люди, в какой-то момент, похоже, их терпение лопнуло по отношению ко Христу, и они снаряжают отряд, дают ему какие-то права, чтобы пойти и схватить Христа. То есть, собственно, они уже хотели решить, поставить вопрос в этом вопросе со Христом, какую-то точку. Однако этот отряд возвращается с пустыми руками. Я пропустил там часть текста, где происходили разговоры в толке в народе. И вот когда они возвращаются с пустыми руками, их спрашивают, а, собственно, где Христос? Ну, вас послали с конкретной задачей. И знаете, эти служители, они знали, что от них ожидают. Это была конкретная задача, им нужно было привести этого раввина. Однако они, объясняя свою неспособность выполнить поручение, используют такой интересный аргумент, вот как они сказали. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Простите, а почему слова этого человека помешали вам его арестовать? Простите, но неужели слова, которые скажет вам тот, кого вы должны арестовать, могут как-то повлиять на ваше задание, на то поручение, которое вы имеете? Вам конкретная задача поставлена просто не слушать его слова, а привести. Однако эти люди не смогли не услышать то, что говорил Христос. Я думаю, что до сих пор, слушая своих начальников, тех, которые их отправляли за Христом, вот они не видели в их словах того, что увидели в словах Христа. Они говорят, никогда человек не говорил так, как этот человек. В словах Христа была не только мудрость, не только способность объяснить, что такое белое, что такое черное, но в этой мудрости еще была благодать, еще была любовь. И вот они, столкнувшись с этим, ну, неужели они мало знали о законе, очень много знали, они были близки к этим начальникам. Однако, услышав Христа, они не смогли ничего с Ним сделать. И тогда вот эти фарисеи и законники, которые хотели арестовать Иисуса, они обращаются к этим служителям и говорят им, неужели и вы прельстились? Знаете, вот это вот прельстились из слов этих авторитетных мудрых людей, из уст этих авторитетных мудрых людей, вот эта вот оценка, вот ты что, прельстился, она мгновенно опускала этих служителей на какой-то такой, знаете, низкий уровень немудрых людей, недальновидных, неперспективных, прельщенных. Вот мгновенно ставила их на какой-то низкий уровень. И дальше они объясняли, ну, на что нужно вообще ориентироваться, где правда. И они дают такой интересный аргумент, железный аргумент. Они говорят, уверовал ли кто в этого Иисуса из начальников, из нас, грубо говоря. Вот кто-то вообще хоть один уверовал? Вы вообще на кого смотрите? Вы на что ориентируетесь? На нас смотрите, на нашу оценку. Потому что мудрость, знание закона – это наша тема. Это то, чему мы отдали свою жизнь. Почему вы нас не слушаете? Христос в Евангелии от Луки сказал такую интересную мысль. Он говорит, горе вам, законники, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Интересно мне, я сейчас еще пройдусь немножко по тексту этому, интересно то, как объясняли для себя сами эти фарисеи и законники симпатии людей к Иисусу. Ну вот, что ни говори, вот плохой он, хороший, а люди симпатизировали Иисусу Христу. И вот как это объяснить? А объяснение такое тоже очень, ну знаете, по-своему мудро звучащее. Они говорят, народ – это невежда в законе, и вообще он проклят. То есть нельзя ориентироваться на впечатление людей. А вот мы, раз не уверовали, на нас смотрите. Вы знаете, в принципе, то, что они хотели, ожидали и просили ориентироваться на них, это, в общем-то, справедливо. Потому что эти люди были, ну, знали, что говорили, они разбирались в Писании. Однако вот столь глубокая убежденность в собственной правоте в этом случае оказалась помехой для того, чтобы воспринять перемены, которые привнес в их общество, в жизнь всего мира сам Бог. Вот пришел к своим, и свои не приняли его. Они не поняли, кто перед ними. Хотя, собственно, всю свою жизнь эти люди посвятили тому, чтобы изучить Священное Писание, чтобы как раз-таки в этот момент истории, когда придет Христос, им его узнать, им его встретить, они ждали его. Но парадокс в том, что вот настолько они были уверены, что правильно поняли, как должен прийти Христос, с какими признаками, как он должен себя вести, должен ли он исцелять в субботу или не должен, может ли он... И вот это все сыграло с ними такую вот шутку, что Христа отвергли. А почему? Почему? Потому что он не действовал так, как они себе представляли. Вы представляете, если мы говорим сегодня о мудрости, и почему Соломон связал мудрость со страхом Божьим? Почему он говорит, что начало мудрости – это страх Господень? Как думаете, что первичнее, что важнее, страх Господень или мудрость? Хотелось бы, чтобы это было одновременно все. Ну вот. Но я думаю, что Соломон не зря обратил внимание на отношение к Богу. Потому что мудрость в чистом виде, без привязок к знанию, как совершенное знание, лучшее знание, точное знание. Хотя, опять-таки, надо сказать, что мудрость и знание – это не совсем одно и то же. Это знание с таким, знаете, как бы с практическим опытом больше. Так вот, мудрость в чистом виде, не привязанная к морали, не привязанная к Божьим каким-то, лучше всего к Божественной морали, к Божественным принципам, она опасна для человека и человечества. Она будет иметь какое-то побочное влияние. Знаете, в чем эта опасность, друзья? Мудрость, не привязанная к морали – это безумие. Помните, как написано? «Называя себя мудрыми, обезумели». Когда человек накапливает какое-то знание и чувствует себя знающим хоть что-то, он очень недалек от того, чтобы стать безумцем, отвергающим высшую власть, отвергающим авторитет извне, не принимающим Бога. Знание, оно надмивает. Мудрость же в контексте этой истории, что мы прочитали, это уразуметь перемены, которые инициирует сам Бог. Не просто знать, что где что-то сказано, знать какие-то принципы, может быть, понимать, как они должны работать, вот я их понял и представляю, как это должно быть. А мудрость – это способность уразуметь перемены, которые инициирует Бог. Дело в том, что человек может что-то понять в Священном Писании. Но можем ли мы понять пути Бога? Можем ли мы однозначно сказать, что так, как я понял, вот как написано, вот я это понял и столковал, и что Бог будет точно так действовать, как я это понял? Гарантий точно здесь нет у нас. Потому что Христос, Он не вписывался в ту схему, которую представляли себе эти уважаемые люди, посвятившие свою жизнь изучению Слова Божьего. Но это был Бог. И вот страх Господень – это как раз тот фактор, который нивелирует мою ограниченность в познании. И только Он в силах нас сохранить от ошибки, которую допустили фарисеи, когда они смотрели в глаза Божьему Сыну и говорили «В тебе бес!» Когда они смотрели в глаза Божьему Сыну и говорили «Он беснуется!» Они смотрели в глаза Божьему Сыну и говорили «Это грешник!» Они смотрели в глаза того слепого, которому вернули зрение, и Он говорит «Тот человек, который вернул тебе зрение – это грешник!» А тот слепой говорит «Грешник, не грешник, не знаю, но я был слепой и теперь вижу». У него была своя мудрость, то, что он прожил, то, что пережил. Получается, что то, как я понимаю Священное Писание, как понимаем его мы вместе, понимают какие-то начальники в народе, это еще не является гарантией того, что Бог будет действовать согласно с моим пониманием. И вот поэтому, хотя, может, все правильно понимаю, и они, в общем-то, правильно понимали Писание, но настолько они сами себя в эти рамки понимания загнали, что не готовы были переступить за границы, хотя эти границы расширял Господь. И вот страх Господень, он как раз и позволит нам адаптироваться под новые условия, которые, если они появятся, когда их предлагает Бог. Поэтому Соломон и говорит, он понял эту мысль, ну, не в том формате, как я ее сейчас говорю, но он понял взаимосвязь между мудростью и отношением к Богу. Если нет у человека правильного отношения к Богу, любая мудрость, знания, опыт, они только могут помешать, помешать увидеть действия Бога в моей жизни. Они могут помочь мне остаться тем, кто я есть. Вот эти фарисеи никогда не стали бы такие, как самаряне, как галилеяне, никогда, потому что они поняли, кто они согласно вот их толкованию из Священного Писания. И они держались этих норм. И это было хорошо. Но где страх Господень? Где понимание того, что Бог может действовать больше, шире, мудрее? У них этого, похоже, уже не было на тот момент. Никодим здесь выступает еще одним действующим лицом. Никодим – это тот человек, который имел со Христом очень интересную беседу, и Христос ему говорил о рождении свыше. Мы сейчас часто, когда говорим о рождении свыше, ориентируемся на то, что сказал Христос Никодиму. И вот этот Никодим был в числе тех людей, которые вершили судьбу народа и решали судьбу Иисуса. Ну вот в тех рамках, которые ему дал им Господь решать. И мы видим, что Никодим, он мыслил не так строго, как его друзья, как его собратья. И он даже попробовал за Иисуса заступиться. Ну вот так робко, издалека, опять-таки ссылаясь на закон. Они говорят, судит ли, он говорит, судит ли наш закон человека, если прежде не выслушит. Он знал, как говорит с этими законниками и фарисеями, чтобы они его услышали. Он знал, на что нужно обращать внимание. Он попытался заступиться. И, собственно, вот этим своим ходатайством он навлек на себя очень нехорошую реакцию. По-человечески он поступил немудро, Никодим. То есть для того, чтобы остаться своим, чтобы остаться при должности, при авторитете своем, ему лучше было бы не говорить в противовес того, что говорили его собратья. Однако он почему-то выступает за Христа. И это неспроста. Потому что, когда этот человек приходил к Иисусу, он с ним разговаривал, как с учителем, пришедшим от Бога. В Никодиме что-то было еще правильное отношение к самому Богу. И он хотел видеть, как работает Бог. Но он оказался настолько заключен в эти рамки. Видимо, все житейские связи, они были так связаны с этим образом жизни фарисея. Он не мог, как Павел, все оставить. Сказать, что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел счетой. Никодим не смог. Хотя робко пытался защитить Иисуса. Я хочу обратить внимание на то, что ответили друзья Никодима, когда Никодим попытался защитить Иисуса. На это они ему сказали, 52 стих. «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Вы знаете, они использовали обидное сравнение. Галилеянин – это образ такой, знаете, необразованного мужика, мужлана, земледелец, рыбак, ну кто угодно, пастух, но только не богослов. И вот когда они услышали, смотрите, что делает Никодим. Никодим пытается защитить Иисуса и обращается к закону. А эти люди не по закону судят Никодима. Они на эмоции переключаются. Они переводят внимание и говорят, и ты что ли, Галилеянин? Ты вообще посмотри, на кого ты похож, как ты думаешь? Вспомни, кто ты такой. Веди себя подобающе. И они ему говорят, рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. А что он должен был рассмотреть, друзья? Что ему надо было рассмотреть? Думаете, Писание? Нужно было рассмотреть уже сформировавшееся мнение. Их, внутри самого этого коллектива. Вернись к нашим выводам. Рассмотри и увидишь. Это мнение авторитетное из Галилеи. И мне приходит пророк. Они отсылали его к Писанию. А точнее, к выводам их относительно того, как следует понимать Писание. Смотрите, это мудрые люди. Много времени провевшие в том, чтобы изучить Писание. Чтобы понять все взаимосвязи. Что, где, откуда, как. И вот эта вот их мудрость, она в данном случае, отдаленная от правильного отношения к Богу. Или заменившая собой правильное отношение к Богу. Она сыграла с ними плохую роль. В них в жизни плохую роль. И что интересно, Никодим не решился поставить под сомнение правильность этих выводов. Возможно, не решился, потому что в данном случае он побоялся их больше, чем Бога. Вот так бывает. Вы знаете, вроде бы он знает что-то, у него более лучшее. Более положительный образ этого мужчины, этого законника, мы видим в Писании, что он все-таки интересовался Христом неформально и словом, которое говорит Христос. Но в критической ситуации мудрость житейская взяла верх над страхом Божьим. Потому и Соломон и говорил, что мудрость нужно рассматривать именно в этой связке со страхом Господним, с правильным отношением к Богу. Но только ли страх Господень должен характеризовать наше правильное отношение к Богу, это еще чуть позже я скажу. Мне на тебя хочу еще обратить внимание, заканчивая именно идти по этому тексту, как поставили в этом вопросе, в этом споре точку. Стоят эти служащие, пришедшие с пустыми руками, не приведшие Иисуса, их укоряют, что вы престились. Никодим пытается защитить, ему говорят, ты галилеянин. Что, сам галилеянин, что ли? Ну как бы обидеть его захотели, знаете. И казалось бы, ну что делать? Как закрыть этот вопрос? Обратили внимание, как решился вопрос? Все пошли по домам. То есть точку поставили, народ невежда, в законе проклят, Иисус неправ, мы не уверовали, мы правы, раз мы не уверовали, и вам веровать не надо. Вопрос закрыт по домам, как было, так и будет. Когда они, эти мужчины, сказали, из Галилеи не приходит пророк, я хочу, чтобы мы подумали, знаете, о чем? А что это за утверждение такое? Вот, братья, как помните, кто читал, сестры, это правда или нет, что из Галилеи не приходит пророк? Я поинтересовался так вот, ну из тех источников, не вникал очень глубоко, но достаточно того, что нашел на поверхности. Вот это утверждение из Галилеи не приходит пророк, это не заповедь Божья, это не Бог так определил, что с этой страны не будет пророков. Нет. Это вообще неправда. Потому что пророк Наум, пророк Иона, пророк Илья были из Галилеи. Более того, Исаия предрекал, что будет время, когда Галилея языческая, она возвеличится. И люди, изучающие закон всю жизнь, не могли этого не знать, как минимум того, что говорил Исаия, они не могли не знать. А тогда что же это за утверждение такое? Причем это утверждение звучало, вот когда пропустил часть этой истории, чтобы не утруждать длинным текстом, чтобы внимание не потерять. В народе это утверждение звучало, что из Галилеи не должен приходить пророк, он придет из Вифлеема. Вот это утверждение вроде бы имеет вид мудрости. Это вывод людей, которые поработали над Священным Писанием. Но в данном случае это не то, чтобы мудрость. Это, скорее всего, знаете, вот есть такое слово, оно недавно появилось в нашем термин такой, в нашем обиходе в связи с войной, с пропагандой. Нарратив. Слышали, да? Наверное, попадалось вам в новостях. Нарратив. Говорят, там, российский нарратив и так далее. Что такое нарратив? Нарратив – это самостоятельно созданное повествование с использованием фактов и образов и имеющее мировоззренческую направленность, то есть сформировать мировоззрение для тех, кому этот нарратив доносится. Особенность нарратива в том, что ему не важен исходный смысл. Им можно пренебречь, можно забыть факты истории действительной и преподать то, что ты хочешь, так, как ты хочешь. Вот чтобы люди имели определенное мнение. Вот очень похоже, что вот это утверждение «Из Галилеи не приходит пророк», оно приобрело вот такое вот, знаете, как бы значение нарратива. И опасность этого утверждения в том, что в нем истина подается в выгодном для составителя вот этого утверждения, в выгодном свете. Или вообще искажается. И вот не согласиться с подобным утверждением, как это сделал Робко, но сделал Никодим. Это не согласиться со всей системой. Это не согласиться со всей багажом знаний, которые до этого были приняты и, знаете, воздвигнут во главу угла. Думаете, фарисеям важно было, откуда пришел Христос? С какой страны, с какого города? Им важно было то, что Он не за них и не выражал им уважение, как они хотели бы. Приди Христос с другого города, вот совсем с другого, с другой местности, и нарратив был бы другой. Потому что принцип «истина не важна», важны эмоции, которые хочет вот этот составитель нарратива донести, чтобы влиять реакцией человека, общества, толпы. В данном случае, как они говорили, народ – это вообще невежда, и что с ними говорить. И что интересно, вот для этих людей, их понимание Писания оказалось настолько выше, важным, значенным, что в конечном итоге они даже пренебрегли какой-то частью этого Писания, когда речь идет о Галилее языческой, приходит ли из Галилеи пророк. То есть сознательно несли не совсем истинную информацию, при этом пытаясь быть твердыми и верными в каких-то других постулатах. В первом послании к Коринфянам, 8 глава, 2-3 стих написано так, это уже Павел пишет, «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Любое наше знание, даже наши коллективные выводы о том, что говорит Писание, оно всегда будет ограниченным и несовершенным. Однако, если ты любишь Бога, то тебе открывается еще одна часть, одна составляющая знания, мудрости. Это не энциклопедическая информация, не энциклопедического характера, это личного характера информация, это познание Бога, это то, что было приоткрыто Никодиму, когда он пришел и говорит, «Ты учитель, пришедший от Бога». Это то, что было открыто Петру, когда он говорит, «Ты Христос, сын Бога живого». И Господь говорит ему, «Не плоти кровь тебе это открыла, а Отец мой небесный». Это то, что приобретает человек, встретившись, увидев своего Иисуса, так или иначе, увидев верой или очно, но в каком-то откровении, видении. Ты приобретаешь этот опыт, и этот опыт никогда тебя уже не покинет, это часть твоей жизни, потому что это твои отношения с твоим Богом. И вот интересно, друзья, я хочу, знаете, такой вопрос задать. Здесь Павел говорит, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Как думаете, любовь – это коллективное понятие или индивидуальное? Можно ли сказать, «Мы любим»? Но все понимают, что это не всегда так, да? Сказать можно, но будет ли это так на самом деле? Обычно, когда говоришь о любви, это нечто личное, может быть, взаимное с кем-то, с мужчиной, с женщиной, с человека, с Богом. Но обычно это носит индивидуальный оттенок понятия любви. А вот знание – это зачастую коллективное явление. И мудрость, она не совсем похожа на знание почему, потому что тоже носит индивидуальный какой-то оттенок. У фарисеев была проблема в том, что они все это свели к коллективному пониманию. Система образования так построена, что мы определяем, что есть истина, а что есть неистина, ссылаясь на выводы тех, кто изучал этот вопрос раньше нас. Вот так у нас, дайте преемственность знания. Пифагор, Аристотель, они что-то описали, Ньютон. Люди сегодня пользуются их разработками, их наработками, выводами, формулами, не подвергая их сомнению, ориентируясь, основываясь на то, что уже донесено. Вот так работает коллективное знание. Поэтому мы цитируем писателей, философов, поэтов, как аргумент истинности их взглядов, моих взглядов. И знаете, это работает как в религии, так и в естествознании, как в лекции студентам, так и в проповеди. Но Павел же утверждал, что любовь к Богу, любовь человека к Богу открывает человеку индивидуальное некое знание. Любящему Богу не нужно согласия со стороны с тем, что он воспринимает от своего Бога в этих отношениях с тем, кого он любит и кто любит его. Вот не нужно. Почему молодые люди, когда бывает, полюбят друг друга, не слушают мнения родителей? Ну, я не говорю, что это всегда правильно, но не слушают. Почему? Им достаточно того, что они друг друга понимают. Что-то похожее между нами и Богом, когда мы с ним имеем отношение, вот то знание, которое мы обретаем в этих отношениях, оно носит для такого человека первичные значения. Все, что со стороны, оно вторично, как вспоможение, как ориентир, чтобы оценить, правильно ли я понял, потому что, бывает, люди заблуждаются. Я знаю человека, который заявил, что Бог его ведет вот таким путем, и вот, ну, я не буду сейчас подробностей, но прошло время, и всем стало понятно, что он ошибался. Ошибался очень сильно, и он сам это, похоже, понял, но стал переделывать свои выводы, ну, переобъяснять их. Мы можем ошибаться, и поэтому мнение извне, коллектив, церковь, то, как понимают вокруг Писания, может помогать нам корректировать наши выводы. Но есть нечто первичное, что ориентировано, ну, что мы получаем от Бога в ответ на любовь, любящим Бога, дано знание от Него. Это не вопрос мудрости человеческой, это не вопрос богословия и формулировки, это вопрос жизни, святости, посвящения, взаимодействия с Духом Святым, то, что не вкладывается ни в какие формулировки и схемы, то, что ты сам лично принимаешь для себя решение. Почему Никодим все-таки пытался защитить Христа? Потому что что-то правильное в его отношениях с Богом было, он не совсем закостенел в знании самому. И вот что интересно, друзья, Соломон говорит, что начало мудрости это страх Господень. Давайте проследим логику Соломона. Если страх Господень это начало мудрости, то в чем тогда мудрость? Если страх Господень, он как бы подталкивает человека к мудрости, приводит человека к мудрости, то есть правильное отношение, взгляд на Бога, на то, каков он, приводит человека к правильным выводам. А сама мудрость это что тогда? Господь. В принципе, правильный ответ, потому что Бог есть любовь. Я когда размышлял об этом, я пришел к выводу, что сама мудрость это любовь. Любовь. Начинается все со страха перед Богом. а нормальный процесс, когда наши отношения с ним перерастают в любовь. И мудрость, она в любви. Ни в знании, ни в формулировках, ни в схемах, ни в выводах, а в любви. И даже не в страхе. Страх подталкивает человека к этому пути. А вот у этих людей было несколько все иначе. Они остановились на том, что они считали себя мудрыми, знающими. И исключили из этой составляющей живое присутствие Бога. То есть интеллектуальное понимание Бога, да. Интеллектуальное понимание того, что Он написал, да. Тут все безошибочно, точно до буквы. Как написано, так и понимаем, истолковано, проверено, и всем все ясно и проповедано. А вот личного что-то было упущено. Но не у всех. Но не у всех. Всегда есть живые люди. Вот всегда. В любой такой вот даже строгой системе, как здесь было, всегда есть живые люди. Я тут затронул вопрос еще нарратива. А как думаете, вот такие вот нарративы, они бывают хорошие? Можно ли сказать, что это хорошо? Ну вот говорили они, что из Галилеи не приходит пророк. Ну вот в данном случае со Христом это не сработало. Но если бы пришел другой какой-то галилеянин, ну это могло бы остановить какие-то процессы неприятные в народе. Правильно? Я думаю, что подобные утверждения, они хороши ровно настолько, насколько хорошими или плохими являются сказки, которые мы рассказываем детям. От детей не ждут рациональной реакции. Их подталкивают к эмоциональным решениям, к эмоциональным выводам с помощью каких-то рассказов и сказок. По сути своей, вот этот нарратив, это сказка для взрослых. Из Галилеи не приходит пророк, это была сказка для толпы, для того, чтобы перестать терять любовь толпы, перестать терять любовь народа, чтобы поддержать свой авторитет. Знаете, формально можно и многие проповеди назвать вот такими нарративами, я не говорю сказками. Потому что, если говорить о формулировке, это самостоятельно созданное повествование с использованием фактов и образов, ориентированное на мировоззренческую установку. Я слышал такое высказывание, что проповедь это тоже нарратив, который доносится до людей, и вот люди верят. Знаете, тут есть одно серьезное отличие между нарративом, между ложью и проповедью. Настоящему нарративу не важен исходный смысл. Он вообще не важен. Важна цель, ради которой он создается. А в любой проповеди важен исходный смысл. И проповедник всегда обращает слушателя к исходному смыслу, к Писанию, к самому Богу. И это очень серьезное отличие. И вот подобные высказывания, типа из Галилеи «Бывает ли пророк?» они опасны тем, что это не знание, это не мудрость, это образ. Образ, который придуман, развит, пропиарен и предлагается народу. Этот образ направлен не к разуму и не к совести, а к чувствам. Именно так работает современная пропаганда. Создается образ, и он предлагается этот образ массам. А согласитесь, мы люди, мы мыслим образами, а не формулами. Вот образами мыслим. Руководствуемся чувствами больше, чем здравым смыслом. И вот подобные утверждения, они на это ориентированы. Именно поэтому Никодиму, извините за такое выражение, закрыли рот, сказав, что это тоже галилеянин. То есть, если бы Никодим продолжил дальше разговор, он бы стал вот этим прельщенным, необразованным, темным человеком и вообще под вопросом его дальнейшая перспектива в этом достойном сообществе. Образ необразованного, темного галилеянина был нужен фарисеям только потому, что Христос пришел из Галилеи и не поддержал их. Приди он из любой другой местности, другие были бы выводы. И вот самая опасная, большая опасность подобных вещей это о том, что звучат они очень похоже на мудрость, на какой-то жизненный опыт. Кажется, что вот слушая такие вот высказывания, это сгусток мудрости, это люди подумали об этом, решили. Опасность, знаете, какая в том, что большинству сложно оценить, что они слушают. Обычно ориентируется на то, кто говорит. Если это говорит признанный авторитет, то значит то, что он говорит, это уже истина. Ну вот это коллективное знание, вот так вот оно работает, к сожалению. Мы отучаемся, этот коллективный подход к знанию, он нас отучает в вопросах отношения с Богом самостоятельно принимать решения и оценивать, что происходит, что мы читаем, как мы видим, как разумеем. Вспомните тот евнух, который ехал, читал Исаию. Филипп ему говорит, разумеешь ли, что читаешь? Не просто читаете слова, а разумеешь ли, что читаешь? Даже в религии, к сожалению, как мы видим здесь, возможно, присутствует таких вот ошибочных нарративов. Надо сказать, что не все они опасны, не все плохи, но однако только любовь к Богу это единственная гарантия истинного, индивидуального знания, знания, приводящего человека к мудрости, а не к безумию. Я еще вот в заключении хочу вспомнить. Я вспомнил одного брата, когда размышлял над этой темой, который частенько напоминает своим собеседникам, хороший брат такой, он частенько напоминает, что он старый баптист. Ну, может, слышали такое высказывание когда-то? Нет. И у него в памяти всегда есть достаточно примеров, как, ну, должно поступать или как поступали вот эти вот старые верующие, старые баптисты. Он это в хорошем смысле говорит, это действительно хороший пример и опыт хороший. Это я привожу как пример того, что, знаете, ну, не все плохо. И вот если он говорит, что он старый баптист в какой-то дискуссии, как правило, дальше последует какая-то практическая мудрость, как раньше поступали братья и почему сейчас нужно поступить так или иначе. То есть человек ассоциирует себя вот с той старой школой и не хочет, ну, чтобы вот что-то непроверенное вошло в его жизнь, в его опыт, в его решение. По-своему это даже хорошо. И нередко вот такие вот настроения, они нам помогают. Но если вот подобный опыт, подобные утверждения, подобные мысли, они входят в конфликт или с Писанием, или с тем, что делает Бог сегодня в нашей жизни. Недавно была конференция, вот саммит, сегодня еще идет организация новых церквей. и пастор один, который в Житомире несет служение, он с 14-го года несет служение семьям, женам и детям, потерявших на войне мужей. А сейчас это количество увеличивается, этих людей, и у них очень много служений. Всю неделю между субботой и воскресеньем он проводит на передовой. Там, будучи капелланом со своими деканами и пасторами с церкви, в стабилизационных пунктах помогая. И вот он делился своими мыслями, когда его спросили, как вы пришли к этому служению, он говорит, я когда-то понял, что как было до войны, уже никогда не будет. Никогда не будет. Даже если она закончится, когда она закончится, говорит, пойдут люди, прошедшие войну, люди со своими переживаниями, своим опытом, кто-то потерял семью, кто-то потерял здоровье, кто-то потерял веру. И с этими людьми нужно взаимодействовать и работать. И вот я увидел в этом, знаете, настроении, в этом подходе готовность подстраиваться под те перемены, которые производит Бог. А как понять, что производит Бог? Как понять, как сориентироваться, что Бог... Это обстоятельства вокруг нас, друзья. Вот весь народ, вся толпа стала слушать Иисуса. И что с этим делать? Мудрость житейская, мудрость вековая, вот такая, знаете, наследная, говорила этим людям, что нужно Иисуса устранить. И проблем не будет. А были те, которые видели в нем и Спасителя. Поэтому, когда, ну, какое-то, знаете, что-то вот наработанное временем, правильное, хорошее, вступает вдруг в конфликт с тем, что производит сегодня Бог, тут нужно делать выбор. Можно, конечно, как Никодим попробовать и так, и так, но похоже, что это не работает в долгосрочной перспективе, в перспективе благословения. Вот Павел сделал этот выбор. Он говорит, было для меня что-то преимущество, он не сказал, что это было плохо, то, что он имел, когда был в законе. Но он увидел Христа. Ну, понятно, так как он встретился с Господом, нельзя было по-другому отреагировать. Вот то, как он увидел, вот тот на дороге в Дамаск, да, кто бы не изменил свою жизнь. Многим из нас, к сожалению, иногда нужно пережить какие-то такие потрясения для того, чтобы сделать правильные выводы в отношении Бога. Но можно и избежать этого. Избежать, просто читая Священное Писание и позволяя Духу Святому корректировать твои мысли, твои взгляды. Самое главное, не ставить таких жестких рамок себе, которые нельзя перейти, если через них переводит Бог. но рамки должны все равно быть, потому что они позволяют человеку, который не имеет еще этих отношений с Богом, чувствовать, что хорошо, что плохо, чувствовать эти границы. Я помню, когда я был новообращенным человеком, ну, были такие правила там у нас, это древние, допотопные правила, там, не смотреть телевизор, не носить украшения, не играть в игры. Ну, помните, когда-то такой глупость у нас звучала здесь, да? Я в кавычках говорю, глупость. Казалось, ну, а что это? Зачем это? А, ходить в церковь там как-то в определенном виде. Знаете, сейчас вспоминая, оборачиваясь назад, сегодня я свободен от многих этих правил, могу посмотреть и телевизор, и поиграть в игры. Было время, когда, знаете, молодежное общение, я не играл в волейбол, потому что, ну, не хотел согрешить, так тоже было. Но тогда вот эти нормы и правила, они позволили мне, как молодому человеку, не родившемуся в верующей семье, сохранить какую-то форму, приобрести форму, приобрести форму. Потому что нам, как верующим людям, нужна форма. Вот она нужна. Почему создавал Павел церкви, почему Бог благословил Павла, Петра и все первые церкви появились, почему? Потому что нам нужна вот эта форма, форма церкви, в которой Бог действует. Но Бог говорит, что вот эта форма должна быть готова, ну, как-то в каких-то разумных рамках трансформироваться для того, чтобы я был в русле действия Божьего. И вот нам нужно всегда помнить об исходном смысле. Вот мудрость, она возвращает всегда человека к исходному смыслу. не в том смысл, что я много знаю и правильно понимаю какие-то вопросы, а ради чего я это знаю? Зачем мне понимать эти вопросы? Понимаете, да? И вот мудрость, она, которая от Бога, которую вот ты получаешь от Него, которая основана на Его принципах, она позволяет не потерять исходный смысл, чтобы не оказаться, как эти фарисеи, которые потеряли. У них суббота стала ради субботы. То, что в субботу спасают человека, отверзаются ему очи. Ну, не в субботу это должно происходить. Понимаете, да? Суббота ради субботы. А Бог никогда не ставил субботу ради субботы. Он ставил субботу только для того, чтобы люди в своей суете и рутине могли уделить день осмысленного подклонения Богу, не отвлекаясь на второстепенные вещи. Почтить Бога. И нужно всегда помнить нам об исходном смысле. А этого смысла нет, если нет Бога. И Он есть, если мы говорим о том, что Бог живой. И этот смысл открывается, если ты Бога любишь. Начало мудрости это страх Господень. А вот сама мудрость, она в любви. в любви к Богу. И впоследствии увидишь, как это работает в любви и к людям. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok